Центрами сохранения традиций, духовности, исторической памяти, а иногда и единственным местом, где можно провести досуг, получить новые знания и найти друзей, безусловно, являются учреждения культуры. И в Славянском районе они никогда не пустеют. Здесь всегда кипит творческая жизнь, и даже пандемия с ее жесткими ограничениями не дала остановиться творчеству. В Славянском районе работает 38 клубных учреждений. Своим творчеством радует земляков 413 коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, в которых занимается свыше 9 тысяч человек. Работники культуры стараются сделать все возможное, чтобы заинтересовать и привлечь как можно больше людей самого разного возраста к творческой деятельности. Самое главное, я думаю, что найти в душе каждого какую-то струну, как-то задеть ее, чтобы душа раскрылась, чтобы люди стали добрее, чтобы люди стали чище. Мы тянулись к прекрасному, наверное. Я думаю, что вот это основная задача. Ну и, конечно же, массовое привлечение своих односельчан в наш замечательный и очень талантливый Дом культуры. В Доме культуры хутора Коржевского работает 27 кружков и объединений самой разной направленности. Хореографическому ансамблю «Серпантин» уже 7 лет. Изначально в нем занимались дети и подростки. Но руководитель коллектива Анастасия Минченко предложила мамам, дети, которые занимаются в младшей группе, помочь в подготовке танца. Идея была принята с энтузиазмом. И вот уже почти три года, как в ансамбле появилась еще одна группа – мамы. У меня пять групп. От самых маленьких, от 4 лет, и самые взрослые до 50 лет. Это как раз вот мамы вот этих самых детей. Они ходят заниматься. И вместе с ними они выступают на сцене у нас, танцуют. Вот такие творческие родители у нас. Для юных коржевчан в Доме культуры работает кружок декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», благодаря которому ребята учатся делать поделки из разных материалов, развивают мелкую моторику и творческое мышление. Я посещаю «Умелые ручки», танцы, театр, музграмоту и ритмику. Больше всего мне нравятся «Умелые ручки». Мы делаем разные поделки. Мне очень нравится делать разные поделки, потому что я учусь новому. Не остается без внимания и старшее поколение. Здесь организовано сразу несколько самодеятельных вокальных коллективов. Благодаря песне и творчеству заряжаешься жизнью и энергией. Уверены участницы группы хорошее настроение. Своим всегда хорошим настроением они стараются заряжать и зрителей. Мы живем в поселке, где не так много людей поющих. Но мы с удовольствием все это делаем. Сами поднимаем себе настроение. Стараемся на концертах всегда его поднимать всем. Главное, что мы получаем удовольствие, когда мы поем по голосам. Это сливается. Я думаю, что это важно для всех. ДК – это всегда был центр, где можно собраться с душой, встретиться, пообщаться. Это тоже очень важно, в принципе, помимо творчества. Ну и потом, в любом возрасте, я считаю, что интересно что-то узнавать новое. Мы учим новые упражнения, распевки. И мы совершенствуемся в плане вокала. Нам это все нравится. Дом культуры – это не только место для творчества, но и для всестороннего развития. В Коржевском доме культуры работает большая библиотека. Ее посещает каждый третий житель хутора. Книжный фонд составляет 19 тысяч книг. При библиотеке работают два кружка – родничок для детей и свечечка для взрослых. В родничке ребята знакомятся с историей своего края и района. В свечечке общаются на духовные темы. Мы приглашаем настоятеля нашего свято-успенского храма на футоре Коржевском отца Романа. И он очень интересно проводит беседы, отвечает на многие вопросы о православных праздниках, о православных традициях, о обычаях. В общем, тоже для взрослых очень интересно проходит взрослый клуб. Свечечка у нас большая часть, конечно, люди пожилого возраста, но и молодежь приходит, интересуется. Для сельских жителей дом культуры – это сердце и душа населенного пункта. А для самих культоработников и артистов – не просто место работы, а вся их жизнь, посвященная служению искусству и людям. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».